Сегодня я бы хотел вам рассказать о потоковой обработке данных. Ну и в основном мы будем говорить о фреймворках, которые написаны на скале или имеют скалы API. Итак, о чем пойдет речь? Обычно в потоковой обработке данных присутствует четыре элемента. Первый – это источник данных, то есть это пользователи ваши, ваши датчики, сервисы, что-то еще, которые генерят огромное количество событий и передают их в систему сообщений. В системе сообщений мы сохраняем эти сообщения. Система сообщений отвечает за то, чтобы эти сообщения хранились и были доставлены в обработчик. Далее в обработчике мы делаем какие-то манипуляции с этими данными, может быть даже агрегации. И дальше обработчик сохраняет данные в базу данных, может обратно в систему сообщений их перекидывать, либо сразу выводит на дашборд, чтобы показывать уже результат пользователю. Это, конечно, достаточно простая система, которую я сейчас показал. То есть всего четыре элемента. Но это основа потоковой обработки. Обычно потоковая обработка встречается в большом количестве различных задач. И это не то, что какой-то реальный проект. Я вижу, просто люди заинтересовались. Я просто набросал какой-то пример, даже не проверял, честно говоря, здесь могут быть какие-то ошибки. Но тем не менее, в этом примере видно, что мы очередями можем заменить наш REST интерфейс. То есть все наши PUT, POST, DELETE, запросы спокойно могут быть очередью. Конечно, GET-запрос мы вряд ли заменим очередью, но тем не менее, люди как-то придумывают. Какие преимущества в данной системе? Во-первых, у нас намного лучше масштабируется система передачи данных. А во-вторых, у нас есть возможность, например, у вас есть какой-то процессор, который принимал запросы, и вдруг вы понимаете в пятницу вечером, что у вас там все плохо, вам нужно передеплоиться. Все запросы, которые шли последний день после последнего вашего деплоймента, были обработаны неверно. Если вы используете REST, соответственно, у вас все эти запросы обработаны неверно, и вы уже ничего не сделаете. Если вы используете вместо REST очереди, то данная проблема решается. То есть в очереди все сообщения могли сохраниться, вы можете передеплоить ваш процессор, перезапустить процессор с какого-то определенного сообщения и пересчитать всю аналитику, которая у вас считалась на ошибочном процессоре. Также потоковая обработка данных используется, например, в тех случаях, когда необходимо real-time данные. Например, пришел клиент, и вам нужно сразу по нему получить какую-то информацию, мошенник он или нет. У вас есть модель, у вас очень высокая нагрузка. Это одно из заправлений использования потоковой обработки. Какова цель доклада? Вообще тема очень широкая. Я вот две недели упорно готовился, каждый вечер, но у меня за эти две недели вопросов стало больше, чем было две недели назад. Все становится только сложнее. Здесь я расскажу о различных системах сообщений, о различных фреймворках, но тем не менее я расскажу далеко не все. Если какие-то вопросы у вас возникают, вы можете задавать в течение доклада, можете записывать, задавать после, потому что, может быть, мы вместе с залом потом решим эти вопросы. Не факт, что я отвечу на все. Итак, начнем с первого элемента, который мы рассмотрим. Это системы сообщений. Почему я не называю это очереди? Потому что я, во всяком случае, разбил системы сообщений на три типа. Первый тип – это как раз-таки традиционные очереди. Ну, если кто-то работал, то это вот RabbitMQ, SQS. Второй вариант – это системы по личной подписке. Ну, например, Kafka, которую, наверное, все знают, или копия Kafka на AWS, это Kinesis, или, как я их назвал, пуш-системы. Не знаю, как их по-другому сагрегировать. Но это такие системы, которым не зря будет. Consumer – это самодостаточная очередь. И после приема данных она способна сама решить, что с этими данными делать. Сейчас, секунду. Можно воды? Спасибо. Мы более внимательно рассмотрим традиционные очереди и PubSub-системы. На пуш-системы мы немножко посмотрим. На следующем слайде как раз. Итак, Flume. У него есть большое количество API к различным источникам данных. Таким вот, как здесь указано. Также вы можете написать… Ну, есть клиенты к большому количеству языков программирования. То есть вы можете писать логи, писать файлы. И непосредственно во Flume настроить передачу этих данных в различные хранилища. Вот, например, распределенная файловая система, база данных HBase. Также есть дефолтный синк в Elasticsearch, в S3. И, в принципе, легко написать свой кастомный синк для Flume. Или, например, SNS. Хотя они совсем не похожи, но тем не менее, они у меня попали в одну категорию. SNS – это АВС-овская система подписки. Она тоже является как бы месседж-систем, и она умеет полученные сообщения передать, например, в другую очередь, или на обработчик, или дернуть HTTP-запрос, или, например, отправить e-mail по полученному сообщению. То есть, если мы вспомним первый слайд, где у нас был источник данных системы сообщений, обработчик и хранилища, здесь мы видим то, что Flume заменяет у нас и систему сообщений, и обработчик. К этим системам мы больше не вернемся. Я думаю, достаточно легко понять, когда вам нужна именно такая система. А вот с остальными двумя разберемся подробнее. Итак, первое – это традиционные очереди. Мы сейчас рассмотрим основные характеристики традиционной очереди, которые отличаются от публичной системы подписки. Итак, как происходит работа традиционной очереди и подписчика? Подписчик отправляет сообщение традиционной очереди, то, что я на тебя подписался. Дальше дело идет за очередью. Очередь отправляет сообщение, подписчик его обрабатывает, и если подписчик успешно обработал сообщение, то отправляет подтверждение в очереди, то, что сообщение было успешно обработано. Далее, если сообщение было успешно обработано, а очередь удаляет сообщение, вот это является важной отличительной характеристикой очереди от публичной подписки. То есть сообщение удаляется. Далее, консюмер получает следующее сообщение от очереди, и очередь ждет, пока консюмер скажет, что сообщение обработано. Какой-то тайм-аут. Если в течение этого тайм-аута очередь не получает подтверждения, что сообщение было обработано, очередь отправляет это сообщение еще раз. Система публичной подписки. Здесь у нас, во-первых, можно сразу заметить разницу, что мы здесь можем сделать несколько подписчиков. Почему? Потому что система сообщений публичной подписки не удаляет сообщения, и несколько подписчиков могут получать одни и те же сообщения, и с теми же самыми данными выполняет различные процессы с ними. То есть один консюмер может считать какие-то агрегаты, другой просто сохранять в базу и так далее. Если мы сделаем несколько подписчиков на очередь, на традиционную очередь, то каждый консюмер будет получать разные сообщения, ну и, соответственно, очередь будет их удалять. Если мы добавляем несколько консюмеров, мы просто распараллеливаем работу. Но мы не можем в традиционной очереди сделать несколько процессоров. Работа здесь тоже отличается. То есть консюмер отправляет сообщение, дай мне итое сообщение. А очередь отправляет ему сообщение, и здесь уже не очередь удаляет сообщение или решает, то есть не очередь отвечает за доставку, а именно консюмер считает, успешно ли он обработал сообщение или нет. И если он не успешно обработал сообщение, он говорит, давай еще раз. То же самое. Если же он успешно обработал сообщение, он говорит, давай следующее. В принципе, в таких системах он даже не обязан говорить следующее. Он может сказать «хочу только четные сообщения». В принципе, это возможно. Но это нужно будет, конечно, руками допиливать. Итак, основная разница. Во-первых, мы можем в публичной подписке сделать несколько консюмеров. У нас сообщение не удаляется. В принципе, Kafka в документации обещает, что у нас очень хороший storage. Можете хранить данные вместо базы данных. То есть, прямо в документации это написано, и люди, в принципе, так используют. И третья разница – это то, что консюмер отвечает за доставку сообщений, а не очередь. Итак, рассмотрим пример традиционной очереди и потом пример публичной подписки. Конечно, мы сейчас рассмотрели с верхнего уровня, как работает традиционная очередь. Но когда мы берем какой-то реальный пример, там технологии за долгое время доходят от того, что они все становятся очень похожи. И, в принципе, задачи решают одинаковые. Вот пример архитектуры RabbitMQ. Это я не сам рисовал, это прямо из документации. Единственное, что добавляется, у нас такой уровень exchange. И, как видно, продюсеры, это наши источники данных, уже не шлют сообщения напрямую в очередь. Продюсеры шлют сообщения в exchange. Вот этот exchange – это, наверное, основная идея отличия RabbitMQ от остальных систем. В принципе, очень хорошее их преимущество. В чем суть? Как я говорил, в традиционной очереди вы не имеете возможности на одну очередь подписать несколько обработчиков и выполнять различные процессы. Но, допустим, вы делаете две дублирующие очереди. В таком случае вы на каждую можете подписать различных обработчиков и решить эту проблему. То есть решается та же самая задача, которая решается на публичных подписках. Как это реализовать? Вы просто создаете exchange с типом fanout и цепляете к нему несколько очередей. Тип fanout достаточно простой. Он просто раскидывает полученное от продюсера сообщение на все прикрепленные к нему очереди. Следующий вариант exchange – это direct. Такой тип, он достаточно простой. То есть просто по ключу в exchange определяется, какая очередь будет принимать эти сообщения. И продюсер при отправке сообщения дополнительно отправляет routing key. Соответственно, в exchange устанавливается с этим routing key на какие очереди пересылать сообщения. Еще более гибкий вариант exchange – это exchange типа topic. Здесь вы можете использовать не просто какое-то слово, ну какой-то просто ключ, который будет определять, какую очередь выбрать. Здесь вы можете использовать путь с неопределенными значениями. Вот в документации, например, вы можете отправить сообщение, у которого routing key – это quick orange rabbit. И в exchange вы можете сказать, что в эту очередь я хочу отправлять все, что quick точка звездочка, в эту очередь хочу отправлять все, что звездочка точка orange точка звездочка, а в эту звездочка точка rabbit. И, соответственно, такое сообщение с таким routing ключом отправится во все очереди. Достаточно гибкая система и очень часто rabbit mq выбирают именно из-за этого. Четвертый вариант exchange, в принципе, решает уже самую задачу, но он основан на key value хедерах, в принципе, не очень интересно. Тем не менее, в rabbit mq появляется проблема. Rabbit mq дает гарантию, гарантию очередности данных в очереди. Что это значит? Это значит, что если продюсер отправил несколько сообщений через один exchange, и они попали в одну и ту же очередь, то консюмер все эти сообщения получит в той же последовательности, в которой их отправил продюсер. Соответственно, если мы попытаемся exchange один разбить на несколько серверов, то мы не можем быть уверенными, что этот exchange распределенный отправит все сообщения в очередь. Точнее, это можно как-то реализовать, но в rabbit mq на это забили. Поэтому у exchange есть мастер, и все сообщения из продюсера идут через этот мастер. Поэтому масштабируемость exchange очень слабая. То есть все остальные ноды просто ждут, если вдруг мастер упадет, замените его, и все. Никакой другой логики они не имеют. Еще вторая проблема в том, что вся очередь в rabbit mq находится на одной ноде. Она просто реплицируется на другие. Опять же, если у вас закончится место на диске, ну, конечно, вряд ли вы наберете такую очередь, что у вас места на диске не хватит. Но, тем не менее, это, опять же, какая-то небольшая проблема. Архитектура кавки. Кавка — это система публичной подписки. Наверное, самая популярная. В принципе, все, кто занимался хоть когда-то обработкой поточных данных, смотрел на очереди, наверное, первое, на что все смотрят кавку, и почти все ее выбирают. Что мы здесь видим? Здесь у нас, опять же, продюсер, несколько подписчиков, сама кавка-кластер, и кавкой управляет ZooKeeper. ZooKeeper здесь просто для того, чтобы определять, какие ноды живы, какая нода за что отвечает. Раньше, например, ZooKeeper еще с консюмерами общался и понимал там, какое следующее сообщение отправить консюмеру. Ну, сейчас это и ZooKeeper убрали, то есть ZooKeeper отвечает только за то, какие ноды живы, и, в принципе, больше никакой информации в себе не несет. Что здесь? Еще большая особенность такая у кавки – ее структура данных. То есть, когда вы создаете топик в кавке, топик – это как очередь, но только очередь как бы удаляет сообщение, а топик – это такая вот очередь, в которой не удаляются сообщения. Когда вы создаете топик, вы можете указать количество партишенов в этом топике. Партишен – это часть вашей очереди. И кавка гарантирует то, что данные партишены сортированы. То есть вы не можете быть уверенными, что все данные сортированы, потому что они хранятся распределенно, все партишены хранятся распределенно. Поэтому кавка может гарантировать, что данные хранятся внутри партишены распределенные. Как же этим пользоваться? У нас, получается, данные не сортированы, мы хотим ordering, а у нас нет. Но здесь сделано умно, и сообщение от продюсера с одинаковым ключом всегда поступит в один и тот же partition. То есть здесь сделан partition по ключу. Конечно, можно сделать random partition. Например, если вы без ключа шлете, там ключ будет null, ну, чтобы все не пошло в один partition, у вас там random будет. Но это настраиваемо. По дефолту у вас просто по ключу. Теперь смотрим, у нас, например, есть пользователь с каким-то идентификатором. Мы делаем ему всем сообщением от этого пользователя, делаем ключ-идентификатор этого пользователя. Соответственно, в partition все сообщения от этого пользователя будут в той же последовательности находиться, в которой их отправлял продюсер. И консюмер, подписчик, получит их в той же самой последовательности. Итак, когда у нас продюсер хочет отправить сообщение? Сначала у нас продюсер вообще подключается к кластеру и спрашивает из экипера, какие ноды живы, за какие partition отвечают, то есть узнает всю информацию о кластере. Дальше продюсер определяет, в какой partition ему надо отправить сообщение. В зависимости от этого он определяет, какая именно ему нода нужна. Зачем это делается? У каждого partition в кластере Kafka есть нода, лидер, который отвечает за этот partition. Для того, чтобы распределить нагрузку, за каждый partition отвечают различные ноды. То есть не так, что у нас один мастер, и он за все partition отвечает. В данном примере мы отправляем одно единственное сообщение на ноду. Эти данные реплицируются на остальные ноды. И только после того, как все живые ноды ответили, что данные сохранены, после этого на продюсер приходит подтверждение, что все успешно сохранено. Что здесь с консюмерами? Здесь тоже интересная технология, именно придуманная Kafka. Консюмеры не отвечают за параллелизм. То есть за это все отвечает Kafka. Когда новый консюмер подключается к Kafka, происходит ребаланс на уровне Kafka. И она определяет, что делать с этим новым консюмером, какие partition ему отдать для обработки. То есть, например, у нас есть пять partition в Kafka. У нас сейчас подключено два консюмера. Один будет обрабатывать три partition, другой два. Мы подключаем еще один consumer. Соответственно, у нас консюмера нужно выдать еще partition. Kafka включает ребалансер и пересчитывает, какой консюмер, какие сообщения будет обрабатывать. Если консюмер умирает, точно так же включается ребалансер. Или, например, если у вас добавляется partition, точно так же включается ребалансер и заново Kafka считает. Люди пишут, что, ну как, то есть так вот все красиво, но говорят то, что задержка бывает при добавлении консюмера, даже если у вас один partition, у вас один консюмер обрабатывает этот один partition, вы подключаете второй консюмер, которому нет partition, он в принципе сразу умрет, потому что ему нечего обрабатывать. Говорят, пять секунд задержка, пока происходит ребалансер, и Kafka понимает то, что делать ему нечего. Ну и он как бы боится переключиться, потому что мы можем ордерных потерять. И вот есть небольшая проблема с этим. Но тем не менее, мы когда дойдем до обработчиков, мы увидим преимущество в этой штуке. Итак, мы тут говорили о всяких гарантиях нашей системы. Давайте рассмотрим основную идею, что мы вообще пытаемся гарантировать. Мы можем гарантировать доставку сообщения о том, что это сообщение было доставлено в принципе, о том, что сообщения были доставлены очередно. И при переходе данных от источника к очереди и от очереди к подписчику, нам нужны какие-то гарантии. Какие бывают гарантии? Первое – это at most once. То есть сообщение будет доставлено или обработано не более одного раза. Вот, например, у вас есть несколько задач в очереди покорми кота, ну и они могли сфейлиться, и у нас кот остается голодный. At least once. Сообщение будет доставлено или обработано, в зависимости, в каком месте мы это рассматриваем, как минимум один раз. То есть либо один, либо больше раз. И третье – это exactly once, совершенный мир, который достигнуть невозможно, хотя почти все очереди и почти все обработчики это обещают. Давайте посмотрим, как это работает. At most once достаточно просто. То есть если мы смотрим продюсер системы сообщений, переход, то продюсер просто отправляет сообщение и не думает вообще о том, что там произошло в системе сообщений. Приняла она это сообщение, не приняла. Просто шлет одно за другим, ну не приняла и ладно. То есть гарантия наша соблюдается. Сообщение доставлено хотя бы один раз. Как нам сделать at least once? После отправления данных в очередь продюсер ждет подтверждения. Если продюсер за тайм-аут не дождался подтверждения, он шлет retry. Почему здесь не exactly once? Что может случиться? Мы же не получили подтверждения, отпослали try, в принципе все нормально. Тут может быть проблема такая. Мы в базе, в системе сообщений сохранили B, но не смогли отправить подтверждение, потому что упали после того, как уже сохранили сообщение. Соответственно продюсер не узнает, что мы сохранили сообщение и отправит его еще раз. И exactly once. В чем тут идея? В основном бывают две идеи. Это транзакции и идимпотентность. Идимпотентность это такое свойство операции объекта, что если мы совершаем операцию над объектом один раз или несколько раз, то результат получим один и тот же. Ну как пример добавления одного и того же элемента в set. Мы можем добавить его один раз или сто раз, мы получим на выходе тот же самый set. В Kafka это реализовано простейшим способом. Продюсер при запуске получает уникальный идентификатор. И каждое сообщение этого продюсера начинает получать идентификаторы от единицы и далее. Соответственно мы запустили продюсер, мы отправляем сообщение с индексом 1. Если Kafka приняла это сообщение, то все дальше идет нормально. Продюсеру все равно приняла она или нет, он все равно отправляет второе сообщение. А если Kafka не приняла это сообщение, соответственно она не отправляет подтверждение в продюсер. Продюсер отправляет третье сообщение. Kafka видит, я не приняла сообщение с меньшим индексом, чем который сейчас получила, и вообще на него не реагирует. То есть не то, что отказ, она вообще ничего не отправляет. Продюсер понимает, B не было отправлено, она пробует заново. B не было отправлено, она пробует заново. То есть здесь вот таким вот образом реализована доставка. А также в Kafka с версии 0.11, ну и в последней версии 1.0, добавлены транзакции. Транзакции на уровне topic-topic через процессор, то есть только сквозная транзакция добавлена. То есть если у вас есть исходный топик, вы читаете из этого топика и пишете в новый топик Kafka, вы можете вот здесь сделать транзакцию topic-topic. И если вы не смогли записать в топик, то весь этот процесс считается зафейленным. И, соответственно, процессор не считает, что нам пора в следующий раз брать следующее сообщение. Он будет брать то же самое сообщение, пока не выполнится полная транзакция. Кажется, что все идеально. В принципе, транзакции нам дадут идеальный exactly once. Но вот проблема. А проблема в сайд-эффектах. Мы делаем транзакцию от очереди до какого-то либо процесса, либо сохранения куда-то. Но у нас есть промежуточные сайд-эффекты, которые могут изменять наш мир. В данном случае мы открыли кучу кормов. Хоть мы и накормили кота как надо, но мы теряем корм. Поэтому, в принципе, exactly once как таковой до конца не реализован. Хотя я, честно говоря, очень много перечитал про flink, и вроде как во flink это решено. Но мы об этом еще поговорим. Тем не менее, люди пишут, что нет, вот это вот еще нигде не решено. Поэтому меня пока здесь confused. Итак, как же нам выбрать систему сообщений? Для начала нам надо посмотреть, что нам устраивает, ли нам традиционная очередь, или нам нужна система публичной подписки. Потом мы смотрим на пропускные способности, на latency, которые нам нужны. Но не надо на них сразу прям от них все решать, потому что если очередь гарантирует, что она быстрее кавки, то надо повнимательнее посмотреть, какие у нее гарантии доставки, какие гарантии очередности. Вообще есть очереди, которые говорят, что мы быстрее кавки, они платные. Но тем не менее, можно такие найти. Вот один из критериев – это сложность роутинга сообщений. То есть вы можете выбрать RevitMQ только по этой причине. Один из важных параметров – есть ли API в вашем консюмере, или вам придется из-за выбранной очереди тратить месяц для того, чтобы написать плагин под ваш консюмер. Или какие-нибудь особые фишки, как постоянное хранилище или back-pressure. Если останется время, я расскажу, что такое back-pressure. Теперь перейдем к обработчикам. С обработчиками сложнее. Консюмерам я бы сказал, что не знаете, что выбрать, берите кавку, и все будет нормально. С обработчиками тут значительно все сложнее. Их много, у них есть свои в каждого преимущества, недостатки. Но тем не менее, сейчас есть такие, которые выдвигаются вперед. Первое – это шторм. Как прям очень много пишут везде, что это пионер в потоковой обработке данных. Мне он совершенно не понравился. Как видно, здесь даже не из идеи скопировано. Я даже просто из документации скопировал, даже запускать его не стал, потому что все очень сложно, непонятно. Название, то есть bolt – это источник, bolt – это процессор. Все какое-то, все по-своему. При этом достаточно низкоуровневый. Пятерочка, восьмерочка, двенадцать – это какие-то характеристики параллелизма, которые мы хотим на источнике, которые мы хотим на процессорах. Гарантии у него не очень хорошие. То есть он может at most once, он может at least once. Exactly once он не гарантирует. При этом, когда он at least once, он еще и медленный. Хотя он в принципе медленный. У него очень плохо с пропускной способностью. Но тем не менее, хорошо с latency. Trident – это верхнеуровневый API над штормом. То есть это тот же самый шторм, только вот доделали его. Я здесь даже не поменял над скалу. Не сильные изменения, правда. Итак, здесь у нас чем отличие от шторма? Отличие в том, что, во-первых, он работает уже не по одному сообщению, а микробатчами. То есть, если, ну, наверное, многие видели Spark Streaming, то есть работает больше похоже на то, как работает Spark Streaming. А сообщение обрабатывается не по одному, а окнами. И настроить вот здесь ничего не… Ну, настроить можно только размер окна. Но у него есть огромное преимущество. Он очень хорошо работает со Stateful операциями. То есть, если мы вернемся к шторму, то там очень плохо со Stateful. То есть, если вы, например, хотите посчитать WordCount, у вас приходят какие-то тексты. Вы разбили этот текст по пробелам, посчитали там частоту слов. Вы посмотрели частоту слов текущего сообщения. Теперь нам пришло еще одно сообщение. А как бы нам посмотреть теперь частоту слов за два эти сообщения? Нам, значит, нужно информацию о старых сообщениях хранить. Вот как хранить вот эти вот информацию о старых сообщениях, это сейчас, наверное, такое передовое направление, в котором все бьются. Вот здесь оно кое-как реализовано. То есть, у нас in-memory key value есть, которая постоянно персистовывается снапшотами на диск. Если у вас все зафейлилось, у вас все поднимается, и у вас последнее состояние. При этом, используя вот этот вот persistent storage внутренний от Triden, они гарантируют exactly once. Следующее – это flink. Ну, это вот они так себе пиарят. И огромное преимущество flink – это пропускная способность, если мы сравниваем его, конечно же, с штормом. Latency там, если мы смотрим шторм и flink, latency там практически одинаковые. Но если мы смотрим, например, на Trident, как я уже сказал, он работает с окнами, то есть он не берет сообщения по одному, он набирает несколько сообщений. Соответственно, сообщение, которое у вас пришло первое, будет ждать, пока закончится окно, соответственно, latency у вас увеличивается. Поэтому сравнивать native процессор потоковых данных и микробатчинг по latency, в принципе, никакого смысла не имеет. У flink очень удобная API, то есть вы получаете просто скаловскую коллекцию, ну, не коллекцию, скаловский стрим, с которым вы, в принципе, делаете все, что хотите. В принципе, про flink пишут очень хорошие отзывы. У него есть большое количество как источников дефолтных, так и коннекторов к различным сториджам. Также flink гарантирует exactly once, гарантирует он точно таким же способом, как Trident, только он не работает с батчами, а работает по одному. И тем не менее, даже делая снапшоты, сохраняя себе какую-то информацию о том, в каком состоянии он находится, он при этом предлагает очень хорошую пропускную способность. Ну, со Spark Streaming, наверное, все, кто работал в Kafka и Spark Streaming, все слышали. Я сам на него попадал и сразу его выбрал. Ну, как его выбирают? У вас есть куча приложений на Spark. Вы использовали Spark Graphics, Spark ML, Lib. И, конечно же, что вы будете выбирать? Какой-то flink, если есть Spark Streaming. Но это, наверное, его основное преимущество. Второе преимущество, то, что вы, конечно же, можете переиспользовать то API, которое вы уже знаете. То есть вы получите не совсем RDD, вы получите DS Stream, который является коллекцией RDD. Но, тем не менее, можно сделать for each RDD и работать со знакомыми RDD. Соответственно, вы получаете все преимущества Spark. Это читать нам не надо отовсюду. Хотя, в принципе, да, мы Spark Streaming читать можем отовсюду. Писать во все, что только, наверное, в этом мире существует. Spark умеет. То есть просто цепляете Libu и вот здесь вот точечка «Сохрани в HDFS», «Сохрани в Cassandra». Все на лету. Какие проблемы? Во-первых, это микробатчинг, соответственно, latency. Во-вторых, RDD сама по себе это что такое? Это распределенная коллекция. Поэтому она никак не может гарантировать очередность. То есть вы получили набор, даже если у вас Kafka передала в правильной очередности данные, RDD сделала свой репортишн, и распределенные у вас данные уже могут посчитаться не в той последовательности, в которой вы их получили. В документации вот здесь вот прям все очень плохо. Написано «exactly once». Если читаем дальше, они говорят то, что «Ну вы не думаете, что это тот самый exactly once». Это имеется в виду то, что если в RDD попали сообщения, и вы от RDD делаете какой-то pipeline, то поэтому pipeline сообщение пройдет всего один раз. Ну отлично, мы как бы в этом и не сомневались. Мы надеялись то, что сообщение из очереди пройдет один раз. Но что происходит, если, например, у нас фейлится какой-нибудь RDD? Ну то есть у нас фейлится полностью DS-стрим. Что он делает? Он берет заново весь этот батч, разбивает на кусочки и отправляет на другие воркеры. Хотя у нас он зафейлится, когда у нас половина сообщения обработана. Соответственно, эта половина сообщения у нас обработается еще раз. То есть Spark-стриминг преимущество в том, что это Spark. Все остальное очень плохо. Я, честно говоря, был удивлен. Лямбда. Если вам лень, берите лямбду. То есть это AWS, серверлесс, такая вот архитектура. Вы просто пишете код, кидаете его в AWS, и он выполняется. Конечно, если вы используете лямбду, вам, наверное, захочется еще и от AWS использовать Kinesis какой-нибудь вместо Kafka. Все будет работать вообще само собой. Задеплоить займет несколько часов. Никакие девопсы вам не нужны. Гарантия at least to once, но дорого. Самза. Очень классная штука, но сейчас немножко теряет популярность из-за того, что появилась Kafka Stream. Самза была разработана теми же людьми, которые писали Kafka. Основной недостаток Самзы в том, что она имеет коннекторы только... Ну, то есть дефолтно она умеет читать с Kafka. Ну и основная идея, что это такая вот лямбда между двумя потоками. То есть вы здесь пишете какой-то код, вам нужно переопределить вот такой вот метод, в котором вы в коллектор, то есть в другую очередь Kafka, пишете результирующие данные. Но Самза, ну, соответственно, потом и Kafka Stream дают огромное преимущество за счет того, что они умеют, ну, то есть они работают непосредственно с Kafka, они Kafka могут использовать как stateful систему. Вот посмотрим, как мы можем здесь реализовать. Этот код не связан с вот этой архитектурой, потому что эту архитектуру на скале я не смог написать. Это вот я потом расскажу. То есть у нас есть набор сообщений, ну, вот у нас есть какой-то текст. Мы его разбили, сделали там какой-то groupby. Groupby у нас вернул нам key value string на long. И теперь у нас еще есть вот здесь вот еще один стрим, в котором у нас есть строка на long. Мы делаем join с вот этим вот, с другим стримом из Kafka и получаем на выходе еще один стрим, в котором будет дельта от вот этого стрима на основе новых данных. Мы эту дельту записываем обратно и при этом мы еще храним это в памяти. Соответственно, мы делаем быстрый join, мы получаем новый стрим, и у нас еще и все сохранено в Kafka, поэтому если вдруг мы умираем, мы поднимаемся, читаем стрим заново, и все, мы ожили на новом процессоре без потери каких-либо данных. При этом, конечно, это можно сделать и на других обработчиках, но на Kafka stream и на SAMZ это все из коробки. То есть вы можете делать join, ну не только вот как я здесь показал, но также можно делать join между любыми двумя стримами. То есть у вас есть два стрима, вы знаете то, что у вас partition по юзеру, вы можете делать join по этому юзеру. Либо вы можете использовать Kafka как Persistent Storage и хранить данные по юзеру вообще без базы, а только в Kafka. И, например, вы знаете, что у вас вот этот partition отвечает только за этих пользователей, соответственно, процессор у вас подтянет не всю базу к себе в память, а только ту часть, те partition, в которых будут те пользователи, с которыми работает этот консюмер. И здесь join будут намного быстрее. И это будет не то, что намного, это будет на несколько порядков быстрее, если вы вот здесь вот на каждый запрос будете лазить в базу, в одну и ту же, еще и особенно если какая-то production база, в которую еще и веб лазит, и вы можете ее положить. То есть здесь у вас находится все в памяти. И большая разница между SAMZ и Kafka Stream, то что Kafka Stream работает не в виде кластера. Вы можете, у вас есть какое-то ваше приложение, вы можете просто создать там какой-то обжект, вызвать у него run и написать вот такой вот код. В принципе, вызвать этот run и у вас будет работать. А как она это делает? Почему нам не нужен кластер? Как будут распределяться ресурсы? А ресурсы распределяет Kafka. Как я до этого говорил, Kafka увидит. О, новый консюмер, какие partition ему отдать? То есть весь параллелизм происходит на уровне Kafka кластера. Kafka Stream за это не отвечает. Ну и как SAMZO. Другие процессоры не могут себе это позволить, потому что они не работают только с Kafka, они хотят со всеми сообщениями. Но так как Kafka Stream говорит, что я работаю только с Kafka, она может запуститься прямо внутри вашего какой-нибудь API. Да, вот один из важных моментов. В принципе, я заканчиваю. Надо не забывать о том, что JSON передавать в высоконагруженных системах не очень хорошо по очередям. Поэтому, если уж вы решили использовать очереди, то надо бы использовать какой-нибудь бинарный формат, типа Avro или Protobuf. Но, тем не менее, если вы используете, например, Flume, то есть просто для передачи данных сохранения, то можно использовать как JSON или даже передавать файлы. Ну, я думаю, то, что время закончилось. Продолжение следует...